всем приветики 12 ноября четверг мне на работу коле выходной кому-то везет а кому-то не очень собираюсь обуваюсь представляете вот эти вот грязные чоботы с грязными носками вчера стояли у нас здесь на полке я их оттуда выкинула поставила свои поставила кулина ну чё это такое неужели не видно что здесь люди живут вон полки для той квартиры а там пускай разуваются а я такая дурочка сегодня сейчас иду с колей прощаться все колья пошла и чем будешь заниматься сегодняшний выходной вот такой лена мне сегодня вторая смена на работу я такой елки-палки я даже еду не сложила уже собралась уже убегать побежала на кухню хорошо еда всегда есть быстренько нарезала салатик положила еду все коли укомплектованы все нормально смеется надо мной ну чё бывает наверное с дунькой так пронянчились все мозги мне запудрила за два дня что лена все на свете перепутала меня надежка с канала жизнь надеждой давным-давно уже просила рассказать что мне нравится в жизни на севере что не нравится я все хотела сесть собраться с мыслями но мои мысли почему-то на собрание не пришли поэтому буду думать по ходу вспоминать что мне нравится что не нравится и пока едем немножко про это поговорим часть жизни своей прожила на украине часть в россии про это у меня на канале было видео было конечно давненько ну и теперь что давайте поговорим о том что мне здесь нравится в мурманске а что не нравится ну во первых нравится мне здесь наличие зимы очень нравится зима красивая зима снежная зима настоящая но мне не нравится что это зимы так много ну езжай чего ты не хочешь вот мне нравится что это зимы так много потому что ее невероятно много я монтировала вчера видео про фильку и папа снимал был конец мая и у нас еще лежал снег мы были в отпуске на этот момент поэтому зимы здесь у нас очень много но она хорошая потом что нравится здесь нравится природа особенно осенью это такая красота необыкновенная также нравится природа и летом она вот не до конца как бы на юге она как будто зелень переспевшая такая вся уже насыщенная а здесь даже летом она нежная нежная такая ласковая ласковая но очень лето нравится но правда но короткая и это не нравится так осень тоже красивая но очень везде красивая по-своему потом нравится то что здесь есть много хорошей рыбы свеженькая рыба в основном но опять же это рыба хоть она тут и есть ценник на нее тоже приличные цена здесь не дешевая на рыбу так потом что что мне здесь не нравится не нравится то что здесь практически нет частного сектора если бы я хотела жить своем доме у меня бы это просто не получилось во первых частные дома стоят бешеные деньги покупают их строят люди с большим достатком это строит просто для того чтобы жить в доме я бы конечно бы хотела участочек там маленький огородик тоже птичку курочку кого-то завести вот здесь конечно этого не получится есть какие-то небольшие там поселки видимо там есть даже и дома и частный сектор но здесь в мурманске ничегошеньки толком не вызревает да опять же не нравится то что здесь нет ни яблони груш не абрикос ну ладно абрикосы бог с ним ну хотя бы яблони хотя бы ну такие вот сливы деревья были росли ничего такого нету где-то мне кто-то писал что у нас мурманске какая-то яблоня растет но это конечно удивительное дело где ты и там высадили вырастили и видать оберегают утепляют да я уже говорила что на собственных участках там растят что малинку бывает подращивают смородину черную клубничку на это все таки вот она все такое хлипенько все-таки водянистенько все такое ну 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 понятно да северная тык огурца помидора здесь вообще местного я ни разу не пробовала и не видела я не знаю в теплицах выращивают или не их не выращивают такие вот вещи поэтому мне не нравится именно то что здесь ничего нельзя купить именно со своего хозяйства огурчик помидорчик я так люблю салатики то что привозят она какое-то стеклянное безвкусное не нравится вот даже элементарную зелень этот укроп петрушку я так редко покупаю потому что но несъедобное это есть невозможно горшочках тоже дома на окошке вырастить у меня не получается потому что мало света и опять же мне не нравится полярная дочь я терпеть ее не могу раньше когда я была помоложе все это дело переносилась попроще как бы не было такой усталости не было такой сонливости буквально вот несколько последних лет я уже почувствовала что полярная ночь мне конкретно не нравится я устаю я раньше не ложусь нет я ложусь как обычно но я все равно какая-то сонная на работе хочется спать прям средь белого дня также у нас есть полярный день и я не могу сказать нравится мне или нет потому что насчет полярного дня мне двоякое чувство с одной стороны мне нравится с другой стороны мне не нравится что я не люблю спать со светом вот поэтому божечка кто там где там что-то тормозило сейчас вот не люблю спать со светом давай езжайте непонятное и поэтому полярная ночь не с одной стороны нравится потому что все время светло просыпайся в любое время суток во сколько бы тебе не надо было вставать допустим если в 5 утра я встаю когда мне к семи и уже солнышко иногда бывает или просто светло хорошо поэтому полярный день наверное 70 процентов больше нравится и 30 процентов больше не нравится так на стрелку успеваем успеваем или не успеваем успеваем что же еще что же еще но такие вот основные я вам все рассказала сейчас немножко подумаю ты чё тут раскорячился то на полпути нам стал так пешеходы пешеходов пропускаем тут в темноте он постоянно приглядываясь и всегда притормаживаю потому что очень плохо видно пешеходов ладно сейчас подумаю камеру пока выключу вспомнить что еще скажу вот камеру выключила сразу включила вспомнила мне нравится то что здесь большие отпуска 52 не рабочих календарных дня отпуск но это не зря потому что мы живем на севере даже полярная ночь те живут климатические условия не зря такой отпуск дали северянам поэтому не то что надо отдыхать эти 52 дня желательно хотя бы на какое-то время из этого отпуска выезжать вообще из мурманска потому что здесь все равно все по-другому другой климат другой воздух все 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 надо менять этот климат поэтому вот этот плюс 52 я отпуск это мне тоже нравится что касается машин что касается севера мне не нравится что машины здесь гниют когда мы были в отпуске в постоянно удивлялась старые жигули старинные прям не знаю какие они выглядят как будто ну с иголочки не ржавые крашеные все хорошо все красиво тут машине ну 5 8 10 лет ее не сравнить с этими жигулями которым 20 25 30 лет потому что наши машины гниют от этой вот всей чепухне которые посыпают дороги зимой там соль какие-то реагенты потому что ямки ямки потому что все должно таять и вот этот химия она сжирает не только снег она и сжирает наши все машины в том числе уже поела хорошо затем вернемся к тому что нравится нравится наличие грибов ягод вот это тут богатый наш северный лес единственное я помню что в том году на это было аномально холодное лето был не урожай не было ни грибов ни ягод не было ничего а так каждый год и грибы и ягоды и принципе в нормальном большом количестве мы никогда не страдаем от их отсутствия наоборот постоянно с радостью ездим собираем консервируем морозим все 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 делаем поэтому наличие от этих вот северных даров даров севера тоже очень не нравится едем по ленинградский снова туман снова я им любуюсь он мне очень нравится но передвигаться в нем мне это дело не нравится я вообще люблю всякие природные катаклизмы и уже об этом говорила гром молния те же туманы сильные ливни но опять же если это все их не мне на голову а если я нахожусь где-нибудь или в доме или машине например еду думаю но пожалуй самые таки основные плюсы и минусы жизни на севере я вам рассказала потому что всякие там по мелочам туда все это уже ерунда вот самые глобальные это то что мне сама первым делом пришло в голову то я и озвучила поэтому думаю надюшка на твой вопрос я ответила я на работе мы сегодня с пирогами у директора было вчера день рождения сегодня он заказал пироги анютка для нас заказала с ягодкой с густичкой наверное дай вот а мальчишки себе заказали попросили с рыбкой и с мясом но нам лучше с ягодкой сколько 20 тысяч а где-то 20 тысяч короче мы оценили ольга лисанна у меня было время сегодня у меня продвигается дело с машинкой ну конечно для вас это пока не понятно я только начала ее набивать она будет другой немножко форму будут колесики будет все вышито фары лобовуха чё-то еще ну короче говоря анютка идет короче говоря вот этот метод процесс двинулся с места я хочу побыстрее все это закончить колеса будет черные может быть завтра будет у меня после обеда времечко я тоже ей займусь на сегодня хорошо так ударно потрудилась дай еду домой было два дня на выходных и за два дня так рано стало темнеть 16 часов и практически уже сумерки давно не было в солярии наверное с месяца там не было и хочу сегодня зайти погреться на долгами на минут не буду потому что сгорю но минуток на 6 я позагораю кстати еще возвращаясь к разговору плюсы и минусы жизни на севере некоторые думают что на севере большая зарплата ничего подобного ну конечно если предприятия большие допустим какой поле на риски некий но это не обязательно что более много получает на его должности зарплата небольшая докеры допустим получают хорошо но это не зависит от того что это предприятие находится на севере это зависит от самого от самого предприятия поэтому если кто-то думает что на севере большие зарплаты на севере большие расходы дороже продукты дороже овощи и фрукты во много раз дороже хлеб я часто показывают цены и у людей есть возможность сравнить что и почем так что жизнь на севере и большая зарплата это было раньше а сейчас это не показатель даже те кто ходят в море у них зарплата ну в принципе так ничего нормальное но они там гробятся там работа очень очень сложная за такие деньги надо эти деньги еще и заработать ну привет солярий течение изменилось музыка играет все позитивненько и хорошо время уже около восьми ничего дома не снимала а снимала только не на этот канал на канал елена и зверята немножко поснимала чищу грейпфрут себе завтра на работу коляки маляки так и быть пожарю палтус разморозила он попросил ну и конечно же немного помонтировала но она сегодня все прощаюсь всем пока всех люблю и конечно же до новых видео